Землетрясение, произошедшее в ночь на 13 ноября 2017 года, у границы Ирана и Ирака стало сильнейшим в регионе за последние 60 лет. Магнитуда толчков составила 7,3. Эпицентр находился в 30 километрах к юго-западу от иракского города Халабджа. Порядка 50 повторных толчков меньше интенсивности произошло после землетрясения. Их сила оценивается от 2,3 до 5 баллов. Установлено, что причиной землетрясения стал разрыв земной коры, который произошел по разлому между аравийской и евразийской платформами. Землетрясение было вызвано косым надвигом – одним из видов разрывных смещений пород, образующихся при сжатии земной коры. Специалисты геологической службы США сообщают, что в районе землетрясения аравийская платформа движется на север по отношению к евразийской со скоростью 26 мм в год. Две плиты смыкаются вдоль направления на северо-запад в непосредственной близости от этого землетрясения, заставляя расти иранские загроздкие горы. По последним данным, от недавнего землетрясения на границе Ирана и Ирака пострадали более 7,5 тысяч человек. Многие десятки тысяч людей остались без крова. Поисково-спасательные операции продолжаются. Один человек может многое, но выжить во время катаклизма легче в единстве, сообща. Даже птицы, когда улетают на юг, сбиваются в клин. Природа нам всегда дает подсказки и катаклизмами пытается помочь, объяснив, что в добре и единении жить проще и естественней. А когда люди городов, сел, деревень с вниманием и добротой относятся друг к другу, ценят жизнь каждого. Готовы сообща преодолевать любые трудности и готовы к любым стихийным проявлениям природы, когда нет паники и они как одно целое преодолевают все невзгоды, то и сохраняется больше жизней, быстрее происходит восстановление при меньших потерях. Объединение людей – залог выживания человечества. Что делать во время землетрясений? Смотрите выпуски номер 45 «Климат-контроль, землетрясения, наводнения, вулканы, штормы. Климатический обзор недели». А также читайте на сайте geocenter.info. О климатических событиях в мире и решении климатических проблем читайте также на сайте allatradefisscience.org и в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем.